Всем привет, это Фудсторм и я Антон Романов. Сегодня мы учимся разделывать селедку и приготовим две закуски. Но для начала подпишитесь, это помогает развитию канала. Погнали! Если не хотите после разделки долго убираться, постелите на доску бумажное полотенце, пергамент, ну или по старинке газету. Нас грязь не пугает, поэтому мы этого делать не будем. Для начала оборачиваем рыбу в бумажное полотенце, чтобы она не скользила по доске. Затем делаем разрез от анального плавника до головы. Важно, чтобы нож не входил очень глубоко, иначе он повредит внутренности и их будет очень трудно вынимать. А еще повредит икру или молоки. Кто-то любит, кто-то нет, лично я просто обожаю. Отрезаем голову и вынимаем внутренности. Икру или молоки откладываем в сторону, остальное в помойку. Теперь хорошенько протираем все внутри салфеткой. Можно предварительно помыть под проточной водой, если очень грязно. Этим действием мы убираем некрасивые черные пленки, которые и на вкус не очень приятны. Далее делаем надрез вдоль позвоночника от головы до хвоста. И очень аккуратно, без резких движений, начинаем снимать кожу. Если кожа сильно скользит, нам помогут салфетки или бумажные полотенца. Периодически помогаем себе пальцами другой руки, чтобы само филе не рвалось. Кожу легче снимать с целиковой рыбы, чем с готового филе. После просовываем пальцы в разрез на спине и брюшную полость и начинаем не торопясь тянуть филе вверх, отделяя его от костей. Чем свежее рыбка, тем труднее это делать. Все кости вытащить таким образом не получится и придется поработать еще немного руками или пинцетом, если он есть. Чтобы филе выглядело еще лучше, отрезаем брюшко. Его можно съесть самим в награду за проделанную работу. С другой стороны повторяем те же движения, только уже хребет тянем от филе. Ну вот и все. Это было не сложно, но грязно, но не сложно. С этим филе вы можете делать все, что угодно. Переходим к закускам. Первая закуска мне нравится очень сильно, особенно сочетание вот этого красного хрустящего лука. Он такой слегка кислый, сладкий. У него красивый цвет и выглядит это как небольшие жемчужины. И в целом он очень приятный. То есть он сначала дает такой приятный взрыв во рту, а потом аккуратно это все у нас затягивается картофелем. Давайте готовить. Ставливаем коптильню, погружаем фольгу в металлическую миску. Закидываем щепу или сено, поджигаем. Когда начнет тлеть, кладем селедку в друшлаке и накрываем плотно фольгой. Оставляем на 10-15 минут. Если дым очень интенсивный, то может хватит и 5 минут. А то сельдь на вкус будет такой, как будто вы ее из горевшего дома вынесли. Достаем. Если нет дыма, не переживайте, это нормально. У нас уже готова остывшая картошка в мундире. Нарезаем ее на шайбы и подготавливаем другие ингредиенты для этого шедевра. Творог засыпаем нарезанным укропом и сметаной. Перемешиваем. Выкладываем на картофель творог, сельдь и красный маринованный лук. Приготовить это просто. Можно не заморачиваться и купить филе селедки. Все остальное легкотня, а удивить-то как можно. Паршмак. Это следующая закуска. Мы не будем пропускать все через мясорубку, а нарежем вручную. При использовании мясорубки выделяется много сока, масса получается слишком жидкой и непривлекательной. И да, в нашем блюде мы не использовали вареное яйцо. Оно нам кажется здесь лишним. Но если вы считаете, что без него никак, то смело добавляйте. Самое сложное в этом блюде это разделка селедки. Для форшмака лучше брать целиковую сельдь, так как у нее более приятная и плотная структура. Нарезаем все ингредиенты мелким кубиком. Лук лучше использовать шалот, он не такой ядреный и не будет забивать вкус селедки. Очищаем зеленое яблоко. Кужура придаст неприятную жесткость нашему блюду. Все кладем в миску и поливаем соком лимона, чтобы яблоки не потемнели, да и вкус будет очень крутым. Добавляем сливочный сыр и перемешиваем. Теперь также нарезаем мелким кубиком селедку. Можно даже порубить немного ножом, чтобы получились более мелкие кусочки. Добавляем в основную массу и перемешиваем. Если показалось мало лимона, добавляем еще. Переходим к гренкам. Берем черный хлеб, у нас это бородинский, у вас может быть любой другой. Удаляем корочки, чтобы они не мешали обжариваться нашим гренкам. А жарить мы будем на нерафинированном подсолнечном масле. Ммм, какой запах, а какой будет вкус. Жарим на среднем огне. На высоком все сгорит к чертям, на маленькой высохнет. А нам нужно, чтобы сердцевина наших гренок была мягкой. Обжариваем с двух сторон по минутке с каждой стороны и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Ну вот и все. Осталось только намазать одно на другое, украсить чем-то зеленым и наслаждаться. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться и нажимать на колокольчик. Впереди еще много хороших видео. Это был Фудсторм и я, Антон Романов. Пока.